всем привет сегодня я с утра заняла кухню и хозяйничаю я хочу сделать консервацию из цукини уже последнюю в этом году сто процентов и испечь пирог и конечно же поделиться рецептом с вами цукини буду делать не так как делала в прошлый раз буду делать из них салат и пирог он очень легкий в изготовлении и вкусный я его часто готовлю диме в школу или когда-то в гости если мы куда идем потому что ну правда простые продукты всегда есть в холодильнике поэтому расскажу вам как я его делаю я думаю именно с пирога мы и начнем нам понадобится 3 яйца добавляем сюда 150 грамм сахара и все это нам нужно будет перемешать взбили яйца с сахаром теперь нужно добавить 150 грамм масла можно взять как сливочное масло так и спред что вам больше нравится со сливочным маслом тесто будет более нежное воздушное со спредом тоже получается вкусно все это нам тоже нужно перемешать после чего мы добавляем сюда 150 грамм муки желательно и и просеять но опять же это нужно для воздушности теста и делать это не так важно потом добавляем чайную ложку разрыхлителя без горочки такую небольшую баки и ванильный сахар пакетик здесь у меня 8 грамм или же можно добавить обычный данилин и все это снова нужно перемешать и у нас получилось вот такое тесто которое мы перекладываем форму для запекания предварительно смазанную маслом ну а далее один из плюсов этого пирога вы можете добавить ним в него все по вашему желанию можно нарезать ягоды клубники разложить их сверху либо взять другие ягоды это может быть что угодно малина черника ежевика бананы даже тоже яблоки все что вы любите и положить на тесто сверху и потом мы отправляем наш пирог в духовку разогретую до 180 градусов и запекаем полчаса в то время пока у нас пирог печется мы делаем заливку нужно взять 125 миллилитров молока ильхивок 50 грамм сахара и одно яйцо и все это хорошенько перемешать по истечении получаса мы вытаскиваем пирог и просто заливаем сверху нашей заливкой и отправляем духовку снова на 25 минут первый раз я конечно все время следила хватает ли этого времени но поскольку пирог я готовлю часто я уже просто ставлю таймер и точно знаю что за это время пирог приготовиться и при этом не сгорит он очень вкусно действительно рекомендую попробуйте как вы сами видите очень просто и все продукты всегда есть в холодильнике полчаса прошли и сейчас я буду заливать наш пирог вот такой у меня получился пирог он получился совсем не в высоким, потому что я делаю в большой форме. Если делать в форме меньшим диаметром, ну или меньшего размера, то будет, конечно же, повыше. Выглядит очень красиво, он очень вкусный и нежный. Сейчас мы будем пить чай. Приятного аппетита! И теперь, пока я окончательно не расплакалась, нарезаю лук, расскажу вам, как, собственно, я готовлю салат из цукини на зиму. Для этого нам нужно 3 килограмма цукини. В принципе, можно взять и кабачки, кому что нравится. Я уже нарезала. Нарезать нужно некрупно, не так, как было в прошлый раз. Вот такими кубиками, где-то 1-1,5 сантиметра. Я уже, если честно, даже не взвешиваю. Знаю, что немножко неполную кастрюлю надо делать. У меня вышло немножко больше, потому что цукини резала, ну и как половинку не стала оставлять. Это все равно утушится и все еще у меня поместится. Далее нужно добавить 4-5 штучек паприки. Я всегда беру разноцветную, чтобы салат получался еще таким ярким, красивым. Ее тоже нужно некрупно порезать и положить сверху на цукини. Далее нужно взять 4-5 луковиц среднего размера, тоже их нарезать кубиками и добавить к овощам. В отдельной миске нужно смешать 100 грамм воды, 100 грамм 9-процентного уксуса, 300 грамм растительного масла и 350 грамм томатной пасты. Добавить туда стакан сахара 200-250 грамм и 1 столовую ложку соли с горкой. Все это хорошо перемешать и залить овощи. Далее можно сверху добавить зелень, порезать пучок, петрушку, укроп, что вам больше нравится, но можно и без этого, это не обязательно. Все хорошо перемешиваем и тушим 40 минут. Периодически поглядывайте, чтобы это не подгорало. Все перемешиваем, а после чего горячую смесь, горячий готовый салат мы раскладываем в стерилизованные банки. Получается действительно вкусно. Рекомендую попробовать, правда хороший салат, он очень нравится моему мужу. Как бы еще теперь это размешать? У меня получилось немножечко с горкой. И вот такое лечо у меня получилось. Смотрите, я его уже подержала ночью под пледом, оно у меня все остыло, и теперь я буду убирать его на хранение. И еще хочу показать вам, я сделала варенье. Это варенье из кабачков по рецепту Натали. Спасибо ей большое за это. У меня получается свекровь, вторая свекровь моей сестры делала тоже варенье из кабачков, поэтому я задумывалась о том, что тоже мы его сделаем, потому что икру кабачковую не едим, а выкидывать, конечно же, кабачки мы жалко в любом случае. Они у нас выросли, в общем, вкусное тоже получилось в варенье. Рецепт я оставлю, если хотите, тоже воспользуйтесь. И здесь тоже решила вам сразу показать салат из зеленых помидор. Это, конечно, не все, уже многое мы съели, что-то раздали. Очень тоже вкусно, здорово, действительно очень вкусный салат. Если хотите, рецепт потом тоже я вам скажу. И на этом с консервацией в этом сезоне, я думаю, почти будет закончено. Цукини и кабачки консервировать я уже точно не буду. Если вдруг будет еще много, что мы не успеем съесть, я просто заморожу в морозилке, поэтому все, достаточно. Единственное, что зеленые помидоры в конце все равно будут. Они на кустах сейчас не очень краснеют. Не знаю, может потом с ними, может дома покраснеет. Если нет, в любом случае, оставшиеся зеленые помидоры, я снова сделаю салат. Потому что в этом году он у нас прям особенно хорошо пошел. И как раз обязательно напишите, если нужно сделать видео тоже с рецептом. Как раз когда буду готовить, расскажу вам, как я это делаю. И если вы взяли рецепты из этого видео себе на заметку, то, пожалуйста, поставьте класс этому ролику. Мне будет очень приятно, и я буду знать, что не зря я все это делаю. Еще я хотела вам показать домашнее задание у Димы в школе. Те, кто подписаны на мою группу ВКонтакте, те уже видели фотографии, я выкладывала своевременно. В Инстаграме тоже я делала истории, но все-таки хочу еще на видео показать. Это просто чудо. Они в школе проходили тему строения глаза, и домашнее задание было сделать свой глаз. Вот такое чудо сделала Дима. Но сейчас он выглядит уже достаточно потрепанно, потому что он и в школу его носил сдавать, и дома с ним мы игрались, забавлялись. Ну, не знаю, по-моему, очень круто. Действительно похоже на Димин глаз. Оценка получилась хорошая за него. Поставили единицу, это отлично. И двойку, это хорошо. Двойку поставили, потому что нет века и ресниц. Нужно было, оказывается, делать с ним. А единицу за то, что он сделал еще с нервами. И то, что очень похоже. Как и из чего делать, не говорили, совершенно без разницы. Можно было проявить фантазию и креатив. Кто-то сделал, в основном, большинство сделали из танистного мячика, детки, и из пластилина. Девочки, у кого есть старшие сестры, взяли у них накладные ресницы, наклеили. Как Дима рассказывал, было очень забавно. Мы сделали из папье-маше. Дима сам делал. Под нашим чутким присмотром. Это полностью его работа. Классно, мне кажется, креативно. Мы повеселились. Правда, потом посмеялись. И еще и на Хэллоуин у нас этот глаз теперь останется. Вот такие здесь домашние задания бывают в школе у детей. Осень у нас уже вступает в свои права. Смотрите, желтеют деревья. Все равно еще не холодно, достаточно тепло. 20 градусов у нас держится. Сегодня немножко пасмурно. Скоро все позолотится. В России, да, уже минус я слышала. Напишите, кто из России, из Казахстана, Украины, какая у вас погода. У меня муж рассказывал, что на днях видел у нас в городе лесу. Это, конечно, для нас неудивительно встретить лесу. Но обычно мы видим их за городом, когда выезжаем на пикник или на велосипедах катаемся. Один раз мы устроили пикник на берегу реки. И на другом берегу, на противоположном, спустилась к воде из кустов леса, попила, посмотрела на нас и ушла дальше. Было так здорово. Дикая природа среди нас, вокруг. Но в городе лис мы еще никогда не видели. Она выходила из парка. Представляете, какой бедного животного стресс забрести в город. У нас в этом парке обычно бегают олени. Это тоже для нас уже неудивительно. Вот за почти три года в Германии мы встречали оленей раз уже, наверное, 10. И здесь у нас в нашем парке раза 4. И в других местах именно в городе, не то, что там, когда за городом. И когда мы к друзьям ездили в гости, у нас буквально перед машиной пробежал олень. Благодаря реакции мужа все хорошо, и мы не попали в аварию, и олень тоже в порядке. Они действительно здесь свободно разгуливают постоянно. Еще из диких животных мы видели зайцев, енотов. Утки здесь у нас как голуби. Это постоянно. Нутри ласки у нас тут бегают. Тоже очень много птиц. Вот этим мне очень нравится Германия, потому что именно в городе, да, в самом городе, и даже в Берлине мы встречали многих животных, свободно гуляющих. Это, не знаю, здорово. И постоянно, когда опять же и детям это все можно показать, и самим интересно полюбоваться просто вот так в свободно гуляющие дикие звери. Все рассказала вам, что хотела. Поделилась всем, чем хотела. Спасибо, что посмотрели. Я желаю вам всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.